В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике произошла трагедия, которая открыла печальный список самых громких катастроф 20 века. Потребовалось всего три часа, чтобы после столкновения с айсбергом на дно ушел «Титаник» – самый большой и самый совершенный корабль из когда-либо созданных людьми. И это случилось не в бурю, не в шторм, а тихой весенней ночью, всего на четвертый день его первого плавания. Обломки «Титаника», унесшего собой на дно полторы тысячи жизней, покоятся на глубине четырех километров. Впервые их увидел в 1986 году американец Роберт Баллард. Он поспешил объявить миру «Мы нашли реальность» и на этом миф под названием «Титаник» обрел, наконец, покой. Доктор Баллард ошибся. Даже сегодня, спустя полтора десятилетия, гибель «Титаника» по-прежнему окружена тайной. По горячим следам весной 1912 года, сначала в Нью-Йорке, а затем в Лондоне, велось расследование по делу о гибели «Титаника». Были опрошены около ста свидетелей, рассматривались различные версии причин трагедии, материалы следствия составили том в 1200 страниц. Официальное судебное заключение гласит «Гибель корабля произошла от столкновения с ледяной горой, вызванного, в свою очередь, высокой скоростью, с которой вели корабль». И все. Неназванные главные виновники трагедии, ни слова о причинах нарушений правил безопасной навигации в скрытых наследствии, полное молчание о других версиях катастрофы. Вот почему, помимо официальных документов, мы обратимся к материалам журналистского расследования, которые вели американские газетчики. Среди скороспелых сенсаций и поспешных выводов можно отыскать ответ на многие загадки гибели «Титаника». К тому же оказалось, что подводные экспедиции к его обломкам косвенно или прямо подтвердили некоторые выводы и версии, которые отвергло официальное расследование. Мы попробуем ответить на главный вопрос, почему лайнер, который называли «великим непотопляемым», погиб в своем первом же плавании. Восстановим хронику рокового рейса. 10 апреля 1912 года, после недельной стоянки в Саундгемптоне, «Титаник» идет в Шербур, Франция, затем в Квинстаун. Взяв почту и недостающих пассажиров, ранним утром 11 апреля, имея на борту 2208 человек, лайнер отправляется в Нью-Йорк. Позже следствие установит, что в одном из бункеров «Титаника» уже неделю горит уголь. Суд не придаст этому значения. Зато на страницах американских газет буря. С трудом верится, что кусок льда, пускай даже размером с гору, может отправить на дно новейший корабль. Вмять, деформировать, но не вскрыть, как консервную банку по всему борту. Зато всем памятны взрывы паровых котлов и угольной пыли на первых пароходах. К тому же дотошные журналисты выяснили, что перед отплытием с «Титаника» почему-то дезертировали опытный кочегар Джон Кофи и сразу несколько штатных пожарных. Они путанно объясняют свое бегство. Значит, что-то скрывают? А если они знали о пожаре и чего-то опасались? Чего? Быть может, взрыва? Эксперты единодушны. Пожар на борту – одна из самых страшных опасностей в море. Однако пожар в угольном бункере – вещь неприятная, но, увы, довольно частая. Моряки говорят о случаях самовзгорания угля. Для опытного капитана это не катастрофа. К тому же свидетели единодушны. 14 апреля утром пожар в бункере, наконец, был потушен. Нашлись матросы, которые заново красили обгоревшие переборки. Значит, взрыва не было. Однако эту версию вспомнили после первых погружений к обломкам «Титаника». Сенсационным открытием доктора Балларда оказалось то, что на дне лежит не целый, а разорванный на три части лайнер. Специалисты считают, что «Титаник» разломился в момент погружения от напора воздуха, вытесняемого водой, и от смещения многотонных котлов в трюме. И все-таки взрыв объяснил бы это лучше. К тому же в носовой части корабля имеется рваное отверстие, которое никак нельзя объяснить столкновением с айсбергом. Оно далеко от бункера, в котором был пожар, но оно есть. Запомним этот факт, а пока вернемся к хронике рокового рейса. В воскресенье, 14 апреля, «Титаник» идет почти на предельной скорости, не обращая внимания на радиосообщение о ледовой угрозе. Точно известно, что капитан держал в руках по крайней мере два из шести таких предупреждений. На мостике вахтенные офицеры ожидают увидеть первые льды около 23 часов. Значит, появление айсбергов не было сюрпризом. А куда девались остальные радиопредупреждения? Почему, наконец, «Титаник» не снижал скорости? Однако неожиданно на защиту капитана выступили эксперты. Оказалось, что за предыдущие 20 лет, в 32 тысячах рейсах через Атлантику, от столкновения с айсбергом серьезно пострадало всего одно судно. И то обошлось без жертв. Даже свидетели, офицеры «Титаника», не увидели серьезных нарушений в действиях капитана. А опытные моряки в суде недоуменно пожимали плечами. Да любой пароход получит два десятка таких предупреждений в рейсе через Атлантику. И если ложиться в дрейф из-за каждой льдины, переход будет длиться месяц. К тому же всегда известна точка поворота, где трансатлантические лайнеры изменяли курс. «Титаник» повернул даже позднее обычного. Что это значит? Да очень просто. Трансатлантическая трасса проложена так, чтобы обойти южнее район скопления льдов у берегов Ньюфаундленда, а затем в точке поворота сменить курс и идти прямо на Нью-Йорк. Пароходы порой игнорировали эту точку, ведь риск давал ощутимую экономию во времени и топливе. Но в этом году из-за необычной холодной зимы льды продвинулись дальше обычного, и «Титаник» сменил курс даже на несколько миль южнее. Выслушав экспертов, суд решил, что столкновение «Титаника» с айсбергом – просто роковая случайность. Журналисты считали иначе. Все газеты обошлась стенограмма радиопереговоров «Титаника» незадолго до катастрофы. В 22.55 с ним на связь вышел пароход «Калифорния». «Мы остановились и окружены льдами. Наши координаты…» Радист «Титаника», не дослушав, грубо оборвал коллегу. «Заткнись! Ты заглушаешь мой сигнал. Я на связи с мысом рейс». Чем же был так занят радист суперлайнера? Дело в том, что телеграмма с борта «Титаника» в 1912 году – это как звонок с космической станции сегодня. Просьба пассажира – закон. К тому же это хорошая возможность заработать. Вот почему телеграфисты «Титаника» трудились 24 часа в сутки, посылая на берег радиопривет и пассажиров. Ледовое предупреждение парохода «Калифорния» на мостик так и не поступило. А через 40 минут из вороньего гнезда на мачте «Титаника» раздались три удара колокола. Сигнал, что прямо по курсу – препятствие. Подав сигнал, вперед смотрящий матрос «Флит» связался с мостиком. Этот разговор будет очень важен для нашего расследования. Вот его стенограмма. «Флит! Айсберг прямо по курсу!» Первый помощник «Мэрдок» командует «Лево руля!» Рулевой вращает штурвал до самого упора. «Мэрдок! Стоп, машина! Полный назад!» Через полминуты айсберг навис по правому борту корабля и обламывая куски льда «Арангоут «Титаника» долгие 10 секунд скребет по корпусу лайнера, исчезая в темноте. Пассажиры почти не заметили столкновения. Зато в носовые отсеки через пробоины врывается ревущий поток воды. В пять минут первого стал ощутим крен на нос. Капитан уже точно знает, что «Титаник» обречен. В лучшем случае осталось два часа для эвакуации двух тысяч человек. При этом известно, что в спасательных шлюпках может поместиться только половина людей. Реально, в них окажется еще меньше. Всего треть. Сигнал «Титаника» о помощи слышали 16 судов. Но самое ближнее из них в 58 милях. Только в 4 часа утра капитан Рострон, ведущий на предельной скорости сквозь льды свой пароход «Карпатия», придет в район крушения и подберет первую шлюпку со спасенными. Мир содрогнется, узнав от них подробности катастрофы. Из показаний очевидца Лоренса Бисли спустя 8 дней после трагедии. Около двух часов мы заметили, что наклон на нас быстро увеличивается, и мостик целиком ушел под воду. Пароход медленно поднялся кормой вертикально вверх. Свет в салонах внезапно исчез. В то же время раздался грохот, который можно было услышать за мили. Котлы и механизмы сорвались со своих мест. В течение нескольких минут «Титаник», подобно башне, стоял вертикально, чернее на ясном небе. Тогда мы услышали самые страшные крики наших товарищей, боровшихся со смертью в ледяной воде и призывавших на помощь, которую мы не могли им оказать, ибо наша шлюпка была уже загружена полностью. Еще через минуту «Титаник» ушел под воду, и чтобы не слышать отчаянные крики многих сотен погибающих людей, в шлюпках начали петь. 705 человек спасенных, 1503 погибших. Таков страшный итог катастрофы. Мир потрясен. В церкви Белфорста, Лондона, Нью-Йорка, Парижа не вмещают всех желающих присутствовать на поминальных службах. Идет сбор средств для пострадавших. У всех на устах вопросы. Кто виноват? Как такое могло произойти? Официальное следствие виновных не нашло. Зато на первых полосах всех газет портрет человека, который в первую очередь несет ответственность за любое ЧП на борту. Капитана «Титаника». Этот широкоплечий, уверенный в себе человек с аккуратно постриженной бородой и умным взглядом представлял собой идеальный образ капитана. И «Джи», как его звали на флоте, всегда пользовался безграничным уважением команды. Им восхищались самые капризные пассажиры-миллионеры. Ему безоговорочно верили. Эдвард Джон Смит, 62 года. Коммодор компании «Уайт Стар Лайн». Самый высокоплачиваемый капитан Англии. Из интервью Смита газете «Нью-Йорк Таймс». Я не могу представить происшествие, которое вынудит мой корабль затонуть. Современное судостроение сделало это практически невозможным. Газеты писали, что за четверть века плавания у капитана Смита практически не было аварии. Во время следствия они же раскопали сенсацию. На поверку безаварийность Коммодора Смита оказалась мифом. Ни в одном из интервью знаменитый непотопляемый И.Джи ни словом не обмолвился о фактах наносящих урон его капитанской карьере. А их накопилось предостаточно. В 1889 году пароход «Репаблик» под командованием Смита сел на мель у входа в Нью-Йоркскую гавань. Труба парохода раскололась, трое матросов погибли, семеро изувечено. Через год вверенный ему пароход «Коптик» сел на мель в гавани Рио-де-Жанейро. Еще через год пожар на пароходе «Можестик» под командованием Смита. В 1904 году Эдвард Смит получил звание Коммодора «Уайт Стар Лайн». Теперь он водит только флагманы компаний. Но уже в 1906 еще один пожар на его пароходе. В порту Ливерпуля горит «Балтик». В 1909 году капитан Смит посадил на мель у входа в гавань Нью-Йорка свой пароход «Адриатик». В мае 1911 капитан Смит назначен на новый флагман «Уайт Стар» – «Олимпик». Об этом стоит рассказать подробнее. Дело в том, что «Титаник» был вторым лайнером класса «Олимпик» – стопроцентной копией корабля, который к первому рейсу «Титаника» уже 12 раз пересек «Атлантику». Спуск на воду «Олимпика» стал главной сенсацией в Англии начала века. Это «Олимпик» в первую очередь рекламировала компания «Уайт Стар Лайн». Только катастрофа выдвинет на первый план «Титаник». Он лишь на 8 сантиметров длиннее собрата, хотя водоизмещением превосходит его на 1000 тонн. Однако на большинстве посмертных фотографий «Титаника» на самом деле «Олимпик». Путаница сопровождала корабли еще до рокового рейса «Титаника». Запомним этот факт. К 1912 году в послужном списке коммодора Смита почти год командования «Олимпиком». Вот как прошел этот год. Во время своего первого рейса «Олимпик» был протаранен крейсером «Хок». Суд определил, что столкновение исключительно результат небрежной навигации «Олимпика». Две пробоины в борту и судебные издержки обошлись у «Уайт Стар Лайн» в 7 недели ремонта и огромные деньги. Суд оправдал капитана Смита, ведь у штурвала стоял лоцман. Но едва выйдя из ремонта, через 8 месяцев «Олимпик» наскочил на затонувший корабль и потерял лопасть винта. И все-таки Эдвард Смит назначен капитаном «Титаника». Отложим эту загадку в сторону. А пока попробуем разобраться, почему все-таки в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года он уверенно вел «Титаник» почти на предельной скорости в район, занятый льдами. Именно журналисты уверенно назвали косвенную причину катастрофы «Титаника», о которой умолчало следствие и которое объясняет многие решения капитана. К 1908 году компания «Кьюнарт Лайнс» спустила на воду борзых моря лайнеры «Лузитания» и «Мавритания». Они развили рекордную скорость, получив желанную награду – голубую ленту Атлантики. Этот вымпел стоил любых денег. По статистике, лайнер-обладатель голубой ленты имел в среднем в 4 раза больше пассажиров, чем менее удачливые конкуренты. «Уайт Стар Лайн» решила обойти соперников не только по величине и комфортабельности лайнеров, но и по скорости. Ведь Черчилль объявил, правительство обязуется оплатить расходы по постройке двух быстроходных кораблей. А если скорость судна составит 24 узла, правительство обязуется ежегодно выплачивать субсидии по 150 тысяч фунтов стерлингов на весь период эксплуатации судна. «Олимпик» не смог побить рекорд лайнеров «Кьюнарт Лайнс». К тому же после двух аварий он выбыл из игры. Теперь вся ставка «Уайт Стар» на «Титаник». Деньги правительства и пассажиров с лихвой покроют все убытки, и капитан Смит готов выжить из корабля все, несмотря на сложную ледовую обстановку. В погоне за голубой лентой «Атлантики» «Титаник», наращивая ход, идет прямо в району льдов. Последним звеном в цепи роковых ошибок оказались действия офицера «Мердока». Уильям Макмастер Мердок, 38 лет, первый помощник на «Титанике», капитанское удостоверение номер 025-780, опытный офицер, энергичен, инициативен. Вот строки из руководства по мореплаванию от 1910 года. Многие офицеры постараются увести судно в сторону от опасности и одновременно дадут задний ход. Но такие действия скорее приведут к столкновению, чем предотвратят его. В этой ситуации следует увеличить ход, а отвернуть и сбавить ход – самый верный способ прийти к столкновению. Когда матрос «Флит» в вороньем гнезде «Титаника» известил мостик об айсберге прямо по курсу, тот самый Мердок, который несколько лет назад в такой же ситуации спас свой корабль, сделал все, что делать было категорически запрещено. Вспомним, он скомандовал лево руля и затем стоп-машина, полный назад. В результате основной удар пришелся не в нос в самое прочное место корабля, а в его бок. Почти 100 метров борта «Титаника» ниже ватерлинии были вспороты, как консервная банка. Всего 10 секунд потребовалось, чтобы вынести смертный приговор самому большому и самому прекрасному судну в мире. Именно стремление капитана Смита любой ценой выиграть в безумной гонке за голубую ленту Атлантики оказалось главной причиной катастрофы. Однако эта версия не объясняет целый ряд загадок «Титаника». Почему 55 ВИП-пассажиров вернули билеты в последний момент перед рейсом? Зачем на «Титанике» перед отплытием срочно произвели ремонт, изменивший его внешность? Что делал на судне директор компании «Уайт Стар Лайн»? Как могло случиться, что на лайнере не нашлось бинокли для впередсмотрящих в вороньем гнезде? Почему опытный офицер Мэрдок грубо нарушил устав в момент столкновения? Недавно появилась еще одна версия гибели «Титаника». Сначала ее посчитали дешевой сенсацией, но неожиданно оказалось, что она дает ответ на все эти вопросы. Прежде чем рассмотреть эту версию, давайте вспомним, что у «Титаника» был предшественник-близнец – лайнер «Олимпик». Идея самых совершенных в мире пароходов принадлежала чистолюбивым владельцам компании «Уайт Стар Лайн», которую возглавлял Джозеф Брюс Исмей. Джозеф Брюс Исмей, 50 лет, директор компании «Уайт Стар Лайн», президент компании «Интернешнл Маркентайл Марин», член Совета директоров ряда британских страховых и транспортных компаний. В 1902 году Исмей сумел объединить английские технологии и американские капиталы. Компания «Уайт Стар Лайн» вошла в американский трест «Интернешнл Маркентайл Марин». Планы создания величайшего плавучего дворца вполне соответствовали мании величия хозяина треста – Джона Моргана. Джон Пейерпойнт Морган, 75 лет, миллиардер, владелец всех лайнеров компании «Уайт Стар Лайн», умен, жесток, беспринципен. 20 октября 1910 года со стапеля сходит первый суперлайнер «Олимпик», еще через год второй, еще более роскошный «Титаник». Он обошелся Моргану в современных ценах около 400 миллионов долларов. Очевидная странность – назначить на «Титане» капитана, дважды чуть не утопившего его брата-близнеца «Олимпик» и принесшего компании огромные убытки. За куда меньшие провинности, без сожаления, списывали на берег. Однако Морган утверждает кандидатуру Смита. Капитану обещано, что по возвращении его с почетом проводят в отставку, и Смит полон желания угодить компании. Угодить? Но какой ценой? Именно здесь завязка самой скандальной версии гибели «Титаника». По этой версии, 15 апреля 1912 года в Атлантике затонул не «Титаник», а его близнец «Олимпик». И катастрофа эта была тщательно спланирована и осуществлена хозяевами лайнера и его капитаном. Это фото снято 6 марта. «Титаник» и «Олимпик» рядом в доке Белфаста. Корабли стопроцентно похожи. Разница в одном. «Титаник» новый с иголочки, а «Олимпик» наскоро залатан после аварии. Его просто опасно выпускать на линию. А теперь внимание! Если поменять местами плиты с названиями кораблей-близнецов и предметы на борту, несущие имя корабля, даже специалист не заметит подмены. Афера лежит на поверхности. «Титаник» под именем «Олимпика» будично уйдет в плавание. Зато отремонтированный «Олимпик» под названием «Титаник» с помпой отправится в свой первый рейс, чтобы потерпеть аварию, ну, например, столкнувшись с айсбергом. Выгоды. Огромная страховая премия, которая с лихвой покроет все убытки. Риск, если удастся соблюсти тайну, практически никакого. При столкновении, возможно, пострадают 2-3 человека, но ведь лайнер непотопляем. Он ляжет в дрейф, а пассажиров возьмут на борт суда, которых всегда много на оживленной Атлантической трассе. В тайну должны быть посвящены те, кто устроит аварию – капитан и его первые офицеры. А руководить операцией может сам директор «Уайт Старлайн» Брюс Исмы. В марте «Титаник» под именем «Олимпика» возобновляет рейсы в Нью-Йорк. А наскорозалатанный «Олимпик» 11 апреля уходит как «Титаник» в свой роковой рейс. Само собой, Морган не станет рисковать и найдет предлог остаться. И не только Морган. Эта версия легко объясняет, почему многие ВИП-пассажиры под разными предлогами отказались от рейса в последний момент. Среди них сам Морган, сталелитейный магнат Генри Клейфрик, американский посол во Франции, миллионер Альфред Вандербильд с женой. На борту не оказалось еще около 50 ВИП-пассажиров и даже некоторых членов команды. Кто-то мог знать, а кто-то догадываться. В эту версию легко укладывается и назначение Эдварда Смита. Почетный уход на пенсию как плата за выполнение тайного задания. Вот почему исчезли бинокли из Вороньего гнезда. Вот почему «Титаник», не слыша предупреждений и очертя голову, шел во льды. Вот из-за чего опытный офицер Мердок нарушил устав. В 1912 году во всех газетах еще одна сенсация. За 14 лет до трагедии «Титаника» в США вышла повесть некоего Робертсона тщетность о гибели корабля, столкнувшегося с айсбергом. Совершенно необъяснимыми оказались поразительные совпадения катастроф, реальной и выдуманной. Совпадали даже размеры корабля и водоизмещение. Может, именно повесть Робертсона, попав в руки Моргану, натолкнула его на мысль, как разом решить финансовые проблемы? Впрочем, даже Исма и Морган вряд ли допускали возможность гибели «Титаника» при столкновении с айсбергом. На деле страховка оказалась куда меньше прямых убытков от потери корабля и безвозвратно погибшего авторитета компании «Уайт Стар Лайн». Тогда, в 1912-м, имя Моргана даже не всплыло на следствии. Но неужели сегодня, после многочисленных подводных экспедиций, мы так и не знаем, какой из двух кораблей класса «Олимпик» покоится на дне? Обратимся к эксперту. Я, так сказать, абсолютно убежден, что там лежит «Титаник». Об этом, ну, говорит очень много фактов, в том числе и поднятые предметы. Телеграф, к примеру, там выбито 400. 400 – это номер «Титаника». Часть корпуса – это, значит, огромная часть борта, примерно 10 тонн весом. Она стояла в музее в Чикаго, и там была выбита цифра 400. Я вообще не видел ни одной детали, ни одного предмета на дне и, так сказать, поднятого предмета где-то в музее, где бы была марка «Олимпик» или номер 401. Известно, что некоторые детали, предназначенные для «Титаника», использовались при ремонте «Олимпика». Значит, и номер, выбитый на этих деталях, вряд ли может служить бесспорным доказательством. Вся документация «Уайт Стар Лайн» исчезла после ликвидации компании в 1935 году, а чертежи «Титаника» сгорели с архивом верфи во время Второй мировой войны. Лайнер, носивший название «Олимпик», был разобран еще в 1938-м. Это тоже ставит под сомнение возможность идентификации корабля по номеру проекта. Известны только два предмета, которые несут на себе имя «Титаник». Это плита с названием на борту корабля и багажная бирка, поднятая со дна. Согласитесь, это мало что доказывает. Зато еще доктор Баллард обнаружил в корпусе судна водонепроницаемую переборку, которой не было на имевшемся у него плане «Титаника». Мы спускались много раз, у нас было порядка 120 спусков за вот эти 7 экспедиций. Я лично 37. И мы не видели надписи «Титаник», ни буквы «Т», ни на правом, ни на левом борту «Титаника», и не в кормовой части, там, где утверждают французы, что они очистили букву «Т». Там тоже ничего нет, там все покрыто ржавчиной. Мы специально с Камероном, когда снимали фильм в 1995 году, пробовали найти надпись по левому борту, по правому борту. Левый борт излазили весь, правый слегка прошли, специально просто для этого тратили время. Надписи мы не увидели. Это значит, что версия о подмене кораблей до сих пор имеет право на жизнь. Организаторов аферы могло бы оправдать только одно. Они не подозревали, что суперлайнер класса «Олимпик» мог утонуть из-за столкновения с айсбергом. Однако «Титаник» утонул. Есть версия, которая делает главным подозреваемым еще одного пассажира. Эндрюс более двух лет посвятил суперлайнерам. При строительстве он использовал самые лучшие материалы и новейшие технологии. Все должно было обеспечить безопасность и комфортность плавания. От автоматических дверей в водонепроницаемых переборках до тренажеров в спортивном зале. Томас Эндрюс, 37 лет. Главный конструктор верфи «Харленд-энд-Вольш». Прошел путь от клерка до главного инженера. Специалист мирового класса. Называл «Титаник» кораблем своей мечты. Именно он в первые минуты после аварии осмотрит трюм и первым сообщит капитану, что корабль обречен. Но виновен в этом прежде всего сам главный конструктор. Непотопляемость корабля обеспечивали двойное дно и трюм, поделенный на 16 водонепроницаемых отсеков. Получив пробоину, даже с четырьмя затопленными отсеками корабль мог держаться на плаву. Однако эти отсеки не были закрыты сверху. Вот почему, когда в результате затопления шести отсеков лайнер получил крен на нос, вода просто переливалась через переборки, заливая отсек за отсеком, пока корабль не затонул. Известно, что у конкурентов в компании «Кьюнарт Лайнс» водонепроницаемые отсеки лайнеров были герметичны. Значит, всему виной ошибка конструктора. Время докажет правоту Томаса Эндрюса. В 1915 году, после попадания немецкой торпеды, лайнер «Лузитания» из-за герметичности затопленных отсеков потерял остойчивость и, перевернувшись, затонул через 10 минут, погубив весь экипаж. У «Титаника», благодаря Эндрюсу, оказалось в запасе 2,5 часа. Много лет ученые пытались разобраться, почему же все-таки лед не вмял, а прорезал корпус «Титаника». Вывод оказался сенсацией. Лучшая сталь того времени не выдерживала низких температур. В 1991 году с нами работала группа из Бетфордского океанографического института. в Галифаксе. Отбирались образцы корпуса, заклепок и так далее. Было поднято всего 7 разных образцов частей корпуса «Титаника». Ну и было установлено в процессе анализа, что в составе стали очень высокий процент серы. То есть это создавало хрупкость. И, видимо, это явилось причиной того, что лед, то есть айсберг, прорезал корпус «Титаника» на эти 6 отсеков. Это значит, лучший морской конструктор своего времени, Томас Эндрюс, невиновен. Виноваты сами несовершенные технологии начала века. Однако есть еще одна версия катастрофы. В начале прошлого века фон Тирпиц выступил с идеей создания сильного флота как главного орудия передела мира. А вскоре Германия буквально наступает на пятки первой морской державе мира Англии. Английские верфи просто кишат германскими шпионами, а курсы немецких подводных лодок по странной случайности то и дело пересекаются с маршрутами новейших английских пароходов. Дискредитация флагмана британского флота «Титаника» могла бы стать решающей в будущей морской войне. Тут были хороши любые средства, даже диверсия. Все свидетели агонии «Титаника» описывают страшный грохот незадолго до того, как лайнер ушел под воду. Есть мнение, что после столкновения с айсбергом «Титаник» остался бы на плаву, если бы не мощный взрыв на борту. По этой версии поврежденный лайнер был торпедирован немецкой подводной лодкой, которая сопровождала его рейс. До обнаружения останков «Титаника» доказательств этой версии не было. Помните, именно доктор Баллард первым обнаружил, что на дне лежит не целый, а разломившийся на три части корпус корабля. Торпедная атака объясняет это вполне. А знаменитая рваная пробоина в носовой части лайнера? Ее никак не мог причинить айсберг, и она слишком далеко от бункера, в котором горел уголь. Говорят, что эта дыра могла образоваться в момент удара корпуса о грунт. «Титаник» при затоплении сломался. Выносовая часть, значит, планировала. Скорость была очень высокой. Действительно, около 60 км в час. Эта скорость очень большая. Вот, и когда он коснулся дна, то он вот сломался в районе надстройки. Надломился корпус. И в связи с этим, значит, образовалась вот эта большая дыра. Большая, как будто бы пробоина, но это не пробоина, потому что спереди, как бы, крыло вот такое вот выступает, и дальше уже пробоина. Это видно, что это перелом корпуса. Это совершенно очевидно. Сегодня нет методов и возможностей изучить днище корабля. Именно на нем лежат обломки «Титаника», глубоко уйдя в донный ил. Вот почему немецкая диверсия, видимо, так и останется всего лишь одной из версий гибели великого непотопляемого. Ведь до сих пор ее не подтвердил ни один архивный документ. Наше расследование подошло к концу. Мы рассмотрели основные версии причин гибели «Титаника», от официальной до самых сенсационных, стараясь быть беспристрастными. Теперь каждый вправе отдать предпочтение любой из версий. Нам же осталось только рассказать о том, как повели себя главные участники трагедии в самый страшный момент катастрофы. Смытый волной и державшийся за шлюпку капитан Смит произнес «Я последую за кораблем» и поплыл к тонущему «Титанику». Тело его не нашли. Уильям Мэрдок по одним свидетельствам застрелился, посадив людей в последнюю шлюпку, по другим до последнего момента помогал пассажирам. Тело не найдено. Томаса Эндрюса в последний раз видели в курительной первого класса. Он неподвижно сидел за столом, на котором лежал спасательный жилет. Эндрюс так и не вышел на палубу. Из вип-пассажиров мужчин не спасся никто. Все они подчинились приказу капитана «Шлюпки, женщины и дети». Только Брюс Исмой, протолкавший сквозь толпу мужчин, сумел таки получить место в шлюпке. Он спас свою жизнь, но до конца дней так и не смог отмыться от позора. Еще совсем немного соленая вода и ржавчина превратят красавец Лайнер в огромную груду трухи, разрушающейся от любого прикосновения. И так уж ли важно человечеству, почему и что за корабль покоится на дне? Ведь этот корабль – печальный символ его непомерной гордыни. И у этого символа только одно имя – Титаник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok